Традиция печь блины на Масленицу существует достаточно давно. И многие даже уже не задумываются о том, откуда она взялась. Принято считать, что круглый блин – это символ главного светила. Когда Масленица была языческим праздником, важной фигурой для славян было Ярила – бог солнца. Люди верили, что в преддверии весны он борется с морозами. И по одной из версий, именно в его честь пекли блинчики. Пекли обязательно. Я всегда пеку исключительно для сладкого на кефире, а если с начинкой, то на молоке. Наверное, по традиции считается, что больше. Больше счастья, больше исполнения желаний. Так что больше. Я пеку блины тоненькие. У нас любят есть тоненькие блины. Я именно такие пеку. Обычный рецепт на молоке. Какого-то особенного рецепта у меня нет. Я думаю, во всем нужно знать миру. Гречишные блины. Очень даже вкусные. С гречей и муки. Расскажите, как их делать. Так же, как и с такой муки. Только берете гречку. Бречные. Рисовая мука. Рисовая мука. Очень вкусные блины. Ну, с овсяной мне не очень понравились. Это я как гастронтеролог не рекомендую. Есть много блинов. Блинов – это жареный продукт. И при его термической обработке уделяются канцерогенные вещества. В первую очередь. А вторую очередь, естественно, для традиционных блинов используется, как правило, жирное молоко, либо сливки, масло, опять же таки, сливочное. Да, и все это, естественно, способствует накоплению, точнее, насыщенных жирных кислот в организме, которые вредны. Для быстрого создания блинов сейчас существуют даже готовые смеси. Только врачи и диетологи не рекомендуют их использовать в качестве альтернативного теста. Если почитать состав, то там очень много переработанных ингредиентов, которые желательно сокращать в своем рационе. Я рекомендую готовить блины самим из известных простых ингредиентов. Традиционно блины – это мука, яйца, соль, сахар, молоко, масло. Чтобы снизить калорийность продукта и увеличить его полезность, лучше брать цельнозерновую муку или добавлять ее в белую муку. А еще врачи рекомендуют сократить количество сахара. Ведь если вы собираетесь есть блины со сгущенкой, медом или вареньем, то для организма это самая настоящая сахарная бомба. Блины с начинкой – это полноценный прием пищи. Начинка может быть любой. Фарш из диетических сортов мяса, из птицы или из яиц. Для сладких начинок лучше брать мороженые ягоды, из которых делать пюре, бананы, низкокалорийный творог. Во время масленицы по традиции нельзя встречать гостей в неубранном доме и без праздничного угощения. Поскольку принимать гостей – это одна из главных традиций праздника. Дом нужно поддерживать в чистоте и порядке. И всегда иметь про запас блины. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город».